Вопреки активной роботизации производств, тема охраны труда людей на производстве по-прежнему остаётся актуальной. Девять несчастных случаев. Причина чаще всего – халатное отношение к своей безопасности со стороны самих работников. Да, цифра эта меньше показателя по итогам 2018-го, однако не является основанием для приостановления деятельности по вопросам охраны труда. Наоборот, сегодня важно выстроить такую систему, которая позволила бы минимизировать травматизм на производстве за счёт должного отношения к работе и условиям её выполнения со стороны администрации и сотрудников. Если посмотреть и проанализировать несчастные случаи, то можно сказать, что в основном это 70% несчастных случаев произошло по личной неосторожности. Поэтому надо, прежде всего, нашим работникам на предприятиях и руководству субъектов хозяйства задумываться не то, что именно сам себя покалечивал непосредственно работника, а то, что за его спиной стоит его семья, его родные, близкие и, конечно же, то, что переживают за него, потому что эта травма не только для него одного. Одна из форм работы, закрепившаяся в городской комиссии – проверка условий труда на предприятиях представителями мобильных групп. Они посещают различные площадки – от полноценных организаций до обустроенных временных выездных пунктов, строительных городков и бытовок. Мониторинги переведены на регулярную основу. Специалисты мобильных групп в случае выявления недостатков ведут лист рекомендаций, где прописан срок устранения нарушений. Главное – разложить каждый несчастный случай, всех 9 случаев. Затем мы должны выработать определенные предложения и, соответственно, их отслеживать. В городе Бресте очень хорошо работает мобильная группа, которая проводит мониторинг субъектов хозяйствования. В текущем году мы провели 32 мониторинга, проверили 69 субъектов хозяйствования. По результатам мы, конечно, выдали рекомендации, поставили на контроль и отслеживаем их выполнение. Активно в деятельность по охране труда вовлечены и профсоюзные общественные инспекторы. За первый квартал 2019-го ими было проведено 12 плановых проверок и 49 мониторингов. В результате было выдано нанимателям 12 представлений, 45 рекомендаций на устранение выявленных нарушений. Большое внимание уделялось оформлению документации, ведению журналов, проведению инструктажей, наличию инструкции на рабочих местах, своемременному пересмотру. Также уделялось особое внимание обеспечению средствами индивидуальной защиты, оснащению санитарно-бытовых помещений, в том числе комнат приема горячей пищи. Да, многое уже сделано для того, чтобы предупредить несчастные случаи на производстве. Системные проверки позволяют выявлять нарушения и ликвидировать их. Открытым, к сожалению, остается вопрос контроля организаций, имеющих юридический адрес в городе, однако оказывающих услуги в Брестской области за ее пределами. Из девяти несчастных случаев пять произошли вне областного центра. Сегодня силы городской комиссии направлены на выработку системы, которая позволила бы усовершенствовать работу в этом направлении.